приветствую вас дорогие друзья с вами павел и вы находитесь на канале ппк сегодня у меня на обзоре довольно интересный компактный мануальный фикс объектив тт артизан 35 миллиметров f1 и 4 предназначенный для беззеркальных фотокамер nikon z также есть под другие байонеты примечательно это стекло тем что она как мы видим имеет к крайне компактные размеры и довольно широкую диафрагму f1 и 4 при этом если его по размерам сравнить например с китовым 1655 то по размеру он чуть-чуть длинней но в целом его меньше хотя по весу даже немножко больше весит он 180 грамм так как здесь у нас чистый металл и стекло более того даже крышечка передняя у нас тут как мы видим полностью металлическая как сама крышечка так и резьба подсвета фильтра с одной стороны это хорошее решение с другой стороны не очень удобно так как быстро снять крышечку и снимать мы не можем но крышечки таким маленьким диаметром обычно довольно ломучие примечательно то что здесь оптическая схема нарисована прямо на объективе что довольно забавно так же как и на коробке коробка кстати как мы видим относительно небольшая и в ней было только макулатура также дополнительно отдельно от коробки был небольшой чехол что же касается этого стекла то как мы видим она довольно компактная но собрана она очень хорошо хоть это и стекло от китайского производителя и мануальная мозгов здесь в принципе нет то есть без зеркалки он подключается и если в вашей камере есть возможность установить фокусное расстояние диафрагму то это можно сделать z50 этого нельзя сделать но тем не менее на фокусировку и на экспозицию это никак не влияет так как матрица регистрирует свет попадаемый на нее и поэтому при закрытии дырки она все это видит и фиксирует кольцо управления диафрагмой здесь разделено по целым стопам то есть 1 и 4 2 2 и 8 4 5 и 6 8 и 16 далее идет по две ступени тем не менее она регулируется плавно и мы можем на любом значении остановить то есть щелчки есть на самом деле каждый 0 5 стопа то есть смотрите 1 и 4 потом легкий щелчок есть пополам то есть это примерно 1 и 7 165 потом 2 и так далее но именно зафиксировать диафрагму можем в любом положении то есть если посмотреть внимательно то она плавно закрывается они ступенчато соответственно это может быть полезно как для видео так и в целом для каких-то фото задач при фокусировке у нас изменяется его размер соответственно на бесконечность у нас маленький и при mdf у нас немножко он выдвигается за счет этого у нас есть небольшое дыхание фокуса то есть чуть-чуть меняется фокусное расстояние при фокусировке кольцо кстати очень плавно и что фокусировки что диафрагмы прям реально очень туго и приятно ходит туго в хорошем смысле слова то есть усилия прилагать нужно именно такое какое хотелось бы при подобном стекле при этом шаг у нас примерно не доходит до 180 градусов то есть около 150 и наводиться на резкость достаточно удобно но я в любом случае пользуюсь всегда клавишей увеличить в каком-то смысле этому объективу можно дать кличку борис бритва или борис хрен попадешь потому что он на открытой резкий и на открытой опять-таки очень сложно попасть по крайней мере лично у меня трудности с беззеркалками мануальными стеклами то есть фокус пикинг мне не помогает и без клавиши увеличить я нормально сфокусироваться и попасть не могу хотя на зеркалках с этим проблем нет даже без дальномера который внизу в углу показывает я часто только опираясь исключительно на глаз попадал в то время как здесь у меня это сделать не получается и по поводу резкости опять-таки повторюсь он реально рабочий с 1.4 то есть есть подобные стекла от cctv камер за 2-3 тысячи рублей на алиэкспресс который имеет диафрагма 1.4 там 1.7 и тому подобное но они абсолютно не рабочие с открытой здесь же ну если полноценно с полноценным полем резкости его нельзя назвать рабочим но по крайней мере львиная доля кадра примерно 60 процентов от центра он выдает очень неплохую резкость объектив можно было сказать что подойдет для стрита то есть это фокус на расстоянии 52 миллиметра но опять-таки это все-таки мануальное стекло и поэтому поймать какого-то человека который идет в мануальным фокусом нужно иметь какую-то некую сноровку и привычку к подобным стеклам и подобным решением тем не менее у нас получается довольно компактный легкий сетап суммарно с камерой вес примерно 700 грамм большинство своих снимков я делал специально на 1.4 очень редко прикрывался буквально пару раз чтоб вообще посмотреть как там дела но исходя из логики и так понятно что если он на открытых очень хорошо себя показывает то на закрытых все будет становиться только лучше и поле резкости будет выравниваться что касается боке то прям каким-то выдающимся я его назвать не могу и опять-таки хоть это и 35 1 4 окажется на кроп камере но слабоватым что касается полного кадра то поскольку здесь нет мозгов то мы можем обмануть так сказать никон и нацепив этот объектив на него у нас хоть и будет видимая виньетка причем в зависимости от фокусировки она будет увеличиваться или уменьшаться опять-таки дыхание фокуса но по покрытию у нас получается больше по углу обзора больше чем на кропе то есть если здесь у нас 52 миллиметра то на полном кадре у нас будет примерно около 40 может плюс-минус если обрезать виньетку чтобы оставить чистый хороший кадр при этом у нас есть некая сферическая область то есть самые края у нас само собой чуть и помыльнее и натянуты на глобус за счет этого и бакешка и в целом перспектива с этого объектива на полном кадре выглядит довольно неплохо для видео его тоже можно использовать и даже возможно он был больше подошел для видео так как за счет компактного веса плавной регулировки диафрагмы и плавного хорошего фокуса его можно использовать на стабилизаторах на стедикамах стабилизаторах и даже в каких-то случаях снимать через клетку с рук какой-то яркой художественной картинкой это стекло не обладает то есть она в каком-то смысле скорее ближе к z стеклам то есть она более техническое качественное чем какими-то стеклам у которых есть какие-то огрехи и художественные так сказать эффекты но в целом она довольно неплохое тем более учитывая что стоит она недорого да но к сожалению без автофокуса опять-таки повторюсь но само стекло меня порадовало и это такой неплохой хороший сетапчик чтоб он лежал то есть конкретно с этим стеклом у нас беззеркалка становится компактным так как все что не возьмешь все назад систему из родных решений кроме 24 1 и 7 все довольно крупная громоздкая и большое то есть этот блинчик да вроде бы маленький но он слишком темный и очень скучный так как крайне резкий 40 f2 слишком неудобная фокусная и ну чуть-чуть маловато светосилы и опять таки его маленьким не назвать так как он чуть больше родного решения а вот благодаря подобным производителем мы можем выбрать себе что-то подходящее тем более что вот это артизан кстати очень много стекол я присматриваюсь на 105 на макрик их довольно интересный а также на tilt shift mdf этого объектива 28 сантиметров что при фокусном 35 а тем более на кропе очень хорошо то есть работать с ним очень удобно если посмотреть на mdf то вот примерно на таком расстоянии у меня показывает фокус пикинг палец красным до через увеличение вижу что он резкий то есть как мы видим это довольно неплохое mdf и можно довольно крупно снимать вопрос только в том что при таком mdf и даже при относительно закрытой диафрагме при съемке с рук у нас идет небольшая тряска и мы просто теряем объект из гриб так как сама гриб даже на прикрытых довольно маленькая в общем объектив достаточно неплохой но по фокусному мне хочется либо чуть длиннее либо чуть шире хотя вот это артизан в коллекции есть и подобные решения этот подкупает своей компактностью и светосилой ну и ценой само собой так как даже родные решения простенькие объективы стоят те же 10 тысяч рублей на авторичке но на этом все друзья вам как всегда спасибо за просмотр здоровья вам и вашим близким всем удачи и пока